Качество жизни Почему обычные пчелы живут недолго, а вот пчелиная матка, которая получается из той же самой личинки, вырастает мало того, что в несколько раз больше, так и живет примерно около 6 лет, в то время как обычные пчелы порядка 30-35 суток. В чем причина такого долгожительства и колоссальной работоспособности пчелиной матки? А действительно, почему так происходит? Все дело в том, что яйцо, предназначенное для вывода матки, пчелы помещают в специальный, ну, своего рода футляр из воска, который называется маточник, который заполняют особым веществом, которое и называется маточное молочко. Вот так выглядит маточник на срезе. И вот мы видим там личинку матки. А откуда же там берется молоко, я не могу понять? А его туда закладывают пчелы. А это какое-то цветочное молоко? Нет, это особый секрет, который выделяется особыми маточными железами у пчел. И это вещество совершенно уникальной химической структуры и совершенно уникального биологического действия. Я приглашаю присоединиться к разговору нашего эксперта. У нас в студии Рамзия Тимиргалиевна Манапова. Доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и иммунологии Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева. Мы вас приветствуем у нас на программе. Добрый день. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Интересно понять, насколько целебные свойства имеет маточное молочко. Маточное молочко оказывает большое, огромное влияние на все системы организма. Давайте разберемся на примере. Прежде всего, маточное молочко оказывает влияние на сердце, на сердечно-сосудистую систему. Я знаю, что оно снижает уровень холестерина. Да, снижает уровень холестерина, триглицеридов, способствует нормализации глюкозы в крови. Также я знаю, что маточное молочко обладает определенным антибактериальным действием. Вот установлено, что маточное молоко обладает бактерицидным действием в отношении стафилококков, стрептококков, способствует нормализации, предупреждению дисбактериозов в кишечнике. Существует еще такая точка зрения, что маточное молочко может обладать онкопротективным действием, то есть препятствовать развитию онкологических заболеваний. Да, это так, потому что маточное молочко содержит оксидоциновую кислоту, которая как раз-то оказывает противораковое действие. Но, конечно, противораковое действие обуславливается не только этим составом, а тем, что у маточного молочка очень богатый биологический состав, который оказывает положительное действие на все системы организма, в том числе на все виды обмена в организме. На белковый, углеводный, липидный обмен, минеральный обмен. Вот этим и обуславливается его положительное действие при онкологических заболеваниях. А как влияет маточное молочко на нервную систему? Оказывает успокоительное действие, восстанавливающие действия на периперическую нервную систему. Это все, опять-таки, обусловлено его уникальным составом. И в составе белков маточного молочка содержатся все аминокислоты. В том числе все незаменимые аминокислоты входят в состав маточного молочка. А вот существует такая точка зрения, что маточное молочко обладает, помимо всего прочего, радиопротективным действием. То есть есть даже такая история, я не знаю, насколько она верна, что в свое время правительство Японии специально для тех регионов, где высокий уровень радиации, закупало маточное молочко и выдавало населению. Так ли это? Да, это именно так. Вот маточное молочко является мощным антиоксидантом. То есть выводит из организма токсины и тяжелые металлы. Поэтому в Японии три раза в день детям школьного, дошкольного возраста назначают маточное молочко в разных формах. Ну, и многие люди называют маточное молочко средством против старения. Да, маточное молочко именно действует таким образом и на замедляющий, на процесс старения. Поскольку вот я же уже говорю, что маточное молочко стимулирует в организме, во-первых, все виды обмена. Белковый обмен, липидный обмен, углеводный обмен, биологически активный препарат. Что ж, мы вас благодарим. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, присаживайтесь. Спасибо. Ну что, Михаил, теперь вы знаете, что помимо молока птичьего, есть еще молоко пчелины. Я даже больше вам скажу, Сергей, мне кажется, что это лекарство будущего. Поскольку пчелы намного нас умней. Значит, они и знают о здоровье больше. Это была рубрика «Качество жизни».